Добрый день, дорогие друзья! Традиционная беседа с депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» экономиста Михаилом Делягиным. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич! Доброе утро! Декабрь. Наступает время, когда все будут подводить итоги года. Вот пришли интересные цифры, с которых хочется начать. Информация о размере состояния крупнейших российских олигархов и динамики роста. ТОП-16 российских олигархов. То есть не все российские олигархи, а только 16 главных. Богатейших. В сумме владеют 246 миллиардов долларов с лишним. 246 миллиардов долларов. Но это стоимость активов. Да. Общее увеличение за время спецопераций. Сколько они заработали? 33 миллиарда долларов. Ну естественно. Кому война, кому мать равна, что не знаете. Михаил Геннадьевич, вот как это вообще? У нас все для фронта, все для победы. Звучали призывы, чтобы люди пошли в выходной день, постояли у станка, дополнительный долг родине отдали. Подождите, подождите. Они стоят у станка на частных предприятиях? На частных. Прибыль от этого идет куда? Вот и все. Не, Михаил Геннадьевич, ну эта вот информация как-то прошла, и постарались на нее не обращать внимания. Давайте мы обратим все-таки. А чего на нее обращать внимание, когда любой кризис, то же самое было в коронависии. Любой кризис, богатства основной массы людей падают, богатства, грубо говоря, монополистов, которые на всем этом паразитируют, растут. Вот и все. Когда у нас государственная политика определяется олигархами, когда у нас министры говорят в Государственной Думе, вы что, когда их спрашивают, что вы такую глупость предлагаете и заставляете Единую Россию ее принимать, они отвечают на это, ну я с предпринимателями поговорил, они мне это сказали, вы что хотите, чтобы я пошел против предпринимателей. Я цитирую министра финансов, господин Асилуанов, и он не один такой. Как вы думаете, когда люди рулят государством, когда люди определяют экономическую политику государства, их личное состояние растет или снижается? На них не идиоты, чтобы управлять страной в себе в убытку. Может быть, какие-то стоит в теории хотя бы рассмотреть налоги. То есть, если у нас такое тяжелое время, ну как они могут такими бешеными темпами богатеть? Ну это что такое? Ну, кому война, кому мать родна. Вот вам иллюстрация этой поговорки. Пожалуйста, вот наглядно. Наглядно. Как там у нас олигархи нам предъявляли претензии, по-моему, весной 22-го, что ли, у года? В самом начале свой, если правильно помню. Рассказывали, что сталь будет по цене золота. А до цены золота сталь дотянула, потому что золото подорожало. Но обратите внимание, что Банк России печатает бумажные купюры, 5-10-рублевые. Потому что цена на металл такова, что печатать на самой дорогой бумаге самыми сложными способами – это дешевле. Но, понимаете, ведь они же свой металл на все направляют. Металл везде используется, не только в строительстве. Мы гордимся, что мы увеличиваем там производство всего в военной сфере. Мы действительно увеличиваем производство всего в военной сфере. Но это же все делается из стали. И когда военно-промышленный комплекс живет от кредита до кредита, и государство из бюджета его помогает, поддерживает, накачивает и так далее. Почему живет от кредита до кредита? Не только потому, что кредит дорогой. Потому что металл дорогой, а металл дорогой, потому что господа анигархи сказали, мы так хотим. И вся эта шпана, которая производит впечатление на некоторых министров, взяла под козырек. Хотя бы в теории, как добиться справедливости в этом отношении? Какой-то дополнительный налог ввести? Да нет. Или только все крупные предприятия должны быть национализированы и восклицательные знаки? Налог при нынешнем уровне одичания уже не поможет. Я просто напомню, что вводили налог единовременный налоговый платеж. Белоусов говорил, ребята, у вас мировые цены на сырье подскочили, вы заработали бешеные деньги. А я говорю, что хорошо, мы готовы вам заплатить 300 миллиардов, но не больше. Но при условии, что вы введете специальный налог, чтобы Запад на нас не обиделся и не наложил санкции на наши дворцы. Поэтому, пожалуйста, давайте с января по октябрь, не, по сентябрь принимали этот закон замечательный. Что такое 300 миллиардов рублей? Я напомню. У нас дефицит федерального бюджета в одном январе был больше, чем 1,7 триллиона. То есть, вообще, ни о чем эти 300 миллиардов рублей. Это 3 миллиарда долларов. Активы 16 крупнейших олигархов подорожали, вы сказали, на 33 миллиарда. Но 3 миллиарда из этой суммы, не 16 крупнейших олигархов, а все олигархи, так уж быть, ладно, мы отдадим вам 3 из 33. После чего... Государство подчиняется олигархам. И как живут люди, я думаю, вы знаете, не хуже меня. В каких условиях они живут, скотских, откровенны. Сколько они зарабатывают, я думаю, то вы знаете. В некоторых оборонных предприятиях выросла зарплата, теперь на эту зарплату можно прожить. Как у нас с жилищным вопросом стоят дела? Как у нас людей вымаривают для того, чтобы завести несколько миллионов новых мигрантов? И так далее. А чего у вас ЗОСИ-то разбирает в разговоре со мной? Простите. Возвращаясь к налогам. И вот эти, значит, несчастные 300 миллиардов копеек, извините, рублей, ну, правда, они уже бесценились до состояния копеек, значит, весь год жевали этот закон, в конце концов, выживали. Значит, поскольку это все сделано по договоренности, вернее, потребовало самих олигархов, то, значит, закон был написан так, что его понять бы невозможно, в принципе. И когда это поняли, господа законодатели, это Единая Россия, они очень профессионально надо дать им должное, они внесли специальную поправку в налоговый кодекс, что в отношении вот этих вот и таких единовременных налоговых платежей, когда олигархи сказали, ну, ладно, на тебе копеечку, убойней, и отвяжись от нас, русскому народу. Они, значит, в налоговом кодексе есть такое требование, чтобы налог был понятен тому, кто этот налог платит. Поскольку они нагородили столько бочек арестантов, что понять это невозможно в принципе, они это положение налогового кодекса отменили для единовременных налоговых платежей. Это юридически грамотно, на самом деле. И второе, уникальное финансово-экономическое обоснование. Но когда вы что-то предлагаете, вы должны написать финансово-экономическое обоснование. Это сколько будет платежейщиков, с каких денег они будут платить, сколько это будет в процентах, сколько получится в бюджете. Это довольно сложный расчет. В данном случае это было две строчки, что бюджет получит 300 миллиардов рублей от их жителей. Типа нам обещали. После чего господа олигархи сказали, а вы знаете, на самом деле они 300 копейки пообещали, но когда вы обещаете, и какие-то убогие не могут ваши деньги даже взять, а выглядело это так, вам остается жалко. В результате они внесли соответствующие изменения, но, как я понимаю, в единой России, разумеется, и сами олигархи непосредственно, у них для этого есть, грубо говоря, обслуживающий персонал, что если вы вносите эти деньги заранее, то вы платите половину. То есть если вы платите в следующем году, то это 300, 10% от чего-то. А если в этом году, то только 5%. При этом закон вступает в силу после того, как эти 5% вносятся. В общем, юридическая несуразица полная, но кого из депутатов Единой России это интересует. В результате по сегодняшним оценкам будет не 300 миллиардов рублей, обещанных олигархами в начале года, а в следующем будет только 225 миллиардов. И понятно, что эти деньги уже съедены инфляцией. И понятно, что эти деньги ни о чем, но может еще некоторое время пройдет, мы узнаем, что их еще меньше. Ну а олигархам, соответственно, личные капиталы еще больше. Так что налоги здесь не помогут, только национализация. Потому что проблема не в том, что кто-то стал богаче. Понимаете, это не критично. Это не критично. В Лицейской власти были люди, у которых был открытый счет в Сбербанке. То есть они могли брать деньги, сколько им нужно, по потребностям. Это был сотрудник, это был, по-моему, артиллерист Грабов, про пушку которого Сталин сказал, «Ваша пушка спасла Россию». Это был писатель Симонов. О, Шолохов был там в этом же положении, но я не уверен. В общем, таких людей были. Их было немного, но они были. Так что дело не в том, что кто-то стал богаче. Дело в том, что кто-то стал богаче на разрушение страны. Чтобы этого не случилось, нужно, чтобы у нас была возможность для обрабатывающего производства работать и зарабатывать деньги. Без каждодневного вливания государственной помощи. А для этого сырье должно стоить дешево. Для этого производители сырья должны работать не на максимальное его удорожание, а на то, чтобы оно было доступно. Это ярче все управляется в естественных монополиях. Там в электричестве, в велоснодорожном транспорте, в газовой отрасли. Но это, на самом деле, везде в базовых отраслях. Это же касается и банков. Потому что, что вы работаете на ЖКХ, что вы работаете на ипотеку, у вас ни о чем, кроме выплаты денег, голова болеть не будет. Вы ничего произвести, ничего создать не сможете. Сложно. Поэтому базовая отрасль должна быть национализирована мягко, как в Англии. Англичане – рыночная экономика, капитализм, который никогда не ставился ни кем под сомнение. После войны страна банкрот. Страна банкрот. В Лондоне были срезаны железные ограды у всех зданий, чтобы на переплавку сталь, потому что сталь не было для военной промышленности. Есть фотография. Наш посол Майский такой дедушка, совершенно буржуазный, и, значит, лично со сварочным аппаратом в знак солидарности с английским народом срезает железное ограждение вокруг советского посольства. страна была не в руинах, конечно, нет, но по английским представлениям она была в руинах. Полностью фрустрированное население. Полностью. То есть, одно дело, наши воевали и победили, а англичане сидели под бомбежками, и потом их решили не завоевывать. Совершенно разное настроение. Черчилль, исчерпывающе, описал своих политических противников, подошло пустое такси, и из него вышел Этли. Для состояния английского народа после войны характерно, что он это пустое место Этли предпочел Черчиллю. И проголосовали за Этли, и Черчилль проиграл выборы. То есть, это была страна в руинах и моральных, и финансовых. Они провели национализацию, они все базовые отрасли, свои 51%, забрали государство. После чего странам в течение пяти лет вернулось в число промышленных лидеров мира. Простите. А как это мягко было сделано? 51% всех базовых предприятий промышленности преднудительно выкупал все у владельцев. Выкупался по буржуазным схемам за облигации, которые там когда-нибудь кто-нибудь как-нибудь по ним что-нибудь заплатят, облигации котируются на рынке, то есть формально вас не ограбили, а в реальности вы можете отсосать лампы. То есть, это кидальная схема, как в 90-е, но уже не по отношению к простым людям, а по отношению к олигархам. Завернуто в правильную подарочную бумагу. То есть, господ, там не было олигархов, там были крупные предприниматели, которые иногда действительно эти предприятия создавали. Кинули, там не было приватизаторов. Кинули, но оставили 49% в управлении. То есть, ребята, будете рыпаться, отберем это. Не хотите, давайте, проявляйте свой талант предпринимательский, совершенствуйте производство, развивайте производство, находите новые рынки сбыта и так далее. И за 5 лет все это сработало. У нас все это гораздо проще. Потому что, да, конечно, мы должны выкупить предприятие с 51% по рыночной стоимости. Я согласен. Рыночную экономику никто не отменил. Маленькие поправки. Первое. Компенсационный налог. То есть, если предприятие было куплено за 10 копеек, а стоило на 10 рублей, разницу в том, что поступило в бюджет и том, что стоило предприятие в момент цивилизации, в момент приватизации, пожалуйста, с учетом всех процентных ставок за эти годы, пожалуйста, в бюджет заплатить. Раз. То есть, выкупной платеж уменьшается на компенсационный налог. Если я купил сегодняшний владелец у приватизатора этого предприятия, это мои проблемы, потому что я должен был проверять, что я покупаю. Если я в подворотне покупаю вам неизвестного телевизора, даже в заводской упаковке, даже в проначной цене, если потом выясняется, что телевизор краден, у меня его должны конфисковать, потому что я должен включать в голову, что и когда я делаю. Второе. Существует норма инвестиций. В общем и целом, если вы развиваете свое производство, вы в него должны вкладывать не меньше половины прибыли, которую вы из него получаете. Вторую половину, пожалуйста, можно на карнавалу тратить, можно на домик на рублевке, можно на яхты, можно на эхо Москвы, нет проблем. Но половину прибыли вы должны вкладывать свое производство. Я посмотрел по... Когда вот наши олигархи металлические, металлургические визжали, что стали будут по цене золота, я посмотрел, сколько они вкладывали. Они передовые, на самом деле. Они из наших олигархов, наверное, лучшие. Я совершенно не утреную. Они вкладывают максимум свои заводы. У них модернизированные заводы, современные. Все классно. Они вкладывали неполонимые, они вкладывали четверть. То есть дальше это изымается из цены. То, что они за долгие годы владения имуществом в него недоинвестируют. Дальше остаток. Пожалуйста, вам выплачивается. И очень четко будет видно, кому государство должно. А кто по итогам этой процедуры окажется должен государство. Это будет очень наглядно. Это будут деньги вполне посильные бюджету, потому что я просто напоминаю, что выкупать-то будут рыночные цены. Но как только будет объявлена приматизация, естественно, рыночные цены сильно упадут. Очень удобно. Очень удобно. Простите, это рыночная экономика. Это при социализме выкупали бы за восстановительную стоимость, сколько стоит этот завод построить с нуля за год. А сейчас, смотрите, сейчас рыночные отношения, простите, пожалуйста, рыночные отношения тоже должны служить народу, а не монополистам, которые его грабят. Не путайте. Продолжая тему больших денег, меня впечатлили цифры, которые были озвучены на этой неделе. Был такой у нас министр открытого правительства Михаил Абызов. Он уже давно и успешно... Давайте не путайте. Он был министром правительства при президенте Медведеве. Открытое правительство это такой бред Медведева, который, кстати, до сих пор большим начальником является. Это один из многих бредов Медведева, который был полностью скопирован у Сороса. Так что Абызов был министром. Конечно, формально и официально это называлось открытое правительство. А де-факто это был министр Медведева Ресурс. Но, тем не менее, он был федеральным министром правительства Российской Федерации. Министр правительства Российской Федерации. Да, а что? Так вот, на этой неделе адвокат озвучил, что перешли к рассмотрению дела по существу. Михаил Абызов из своих средств выплатил 20 миллиардов рублей. Откуда у министра своих средств 20 миллиардов, чтобы просто заплатить государству? Нет, 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 нет. Подождите, подождите. Ну, во-первых, ему инкриминируется то, что он украл 33 с чем-то миллиарда рублей. Ну, согласитесь, если я украл 33 миллиарда рублей, то, как бы, я могу выплатить чуть больше половину с формировкой «отвяжитесь от меня, уйдите противник». На 11 с лишним миллиардов рублей, особенно, если они были разумно инвестированы, особенно, если они были инвестированы по инсайдерской информации, то понятно, что они при расходе сейчас превратились в 110 миллиардов рублей, что еще есть что? Что платить? У нас же нет конфискации. Знаете, я украл, грубо говоря, деньги, а меня на этом ловят. Меня их не конфискуют имущество. У меня могут украсть только те деньги, которые непосредственно украл. А если я какие-то процедуры с ними сделал, то все, до свидания. Это мое имущество. Почему у нас господин Улюкаева на зоне, значит, когда его освободили, за ним приехала кавалькада, так сказать, роскошная, черная. Он как раз на этой неделе интервью раздает. Да, и при этом еще и без номеров, некоторые без номеров. Потому что ту взятку, за которую его поймали, пришлось вернуть, а те взятки, за которые его не поймали, как я могу предположить, остались у него на прекрасной себя чувствах. Он жил в пятизвездочном отеле, скорее всего, отбывая типа наказание и так далее. По крайней мере, он сильно, так сказать, улучшился по внешнему виду, сильно поздоровел. Ой, господин Абызов тоже, наверное, сидит в пятизвездах каких-нибудь специальных. Мы же помним, как цапки сидели с икрой, крабами, с девочками и прочее. Но это гипотеза. На самом деле устроено так, что когда кто-то что-то ворует, ему награбленное оставляют. Ну, так сказать, по тому эпизоду, по которому схватили, и это изымается, то, что удалось доказать в суду. А все, что не доказано, все считается праведным нажитом имуществом. Дальше. Перед тем, как стать министром правительства. Вы что думаете, он стал министром правительства при Медведеве, не заплатив за это денег? Ну, может быть. Может быть, господин Медведев просто приглянулся в толковый менеджер, и он его сделал министром. Но, как я понимаю, в таких случаях ну, когда, например, денег платится достаточно много. А господин Абызов был левой рукой господина Чубайса. Ну, одной из его левых рук. И он очень много денег, чтобы не сказать украл. Как это сказать? Присвоил. Заработал нельзя. Понимаете, заработал это не заработал. Обрел. Обрел. Когда вы грабите страну, пусть даже при помощи либеральных реформ, а не напрямую при помощи, так сказать, ножа и колда, заработать нехорошо, договорить. Ну, в общем, у него стало очень много денег благодаря тому, что он был одной из левых рук Чубайса. Он же тогда стал миллиардером. Так он, вот, из старых доходов. Ну, как это? Чезет человек мимо паперти, сидит нищий на паперти. Кто-то мимо пройдет, не обратит внимания. А господин Абызов подал 20 миллиардов. Ну, слушайте, уважаемый человек, молодец. До сих пор его все хвалят. На фоне нынешних министров его просто все в восторге. До сих пор. Владимир Путин посетил выставку России. Не, ну, просто представьте себе, господин Абызов и господин, условно, решетник. И господин Силуан. Михаил Иванович, вы все исчерпывающе объясняете. Я не исключаю, что господин Абызов пострадал не потому, что он какие-то деньги украл, а просто потому, что на фоне вот этого, министр природных ресурсов Козлов, который вообще заочник, он высшее образование получил заочно, как выяснилось, в своем благовещенстве. Он даже очно не смог окончить вуз. Вот. Ну, трудное детство было, наверное, у человека. А не достаток витаминах. Вот, как говорили в моем детстве. Но, понимаете, и на фоне этого, возможно, Абызова посадили не только за преступление, которое он совершал, но и просто для того, чтобы другие министры на его фоне выглядели не совсем убого по своему интеллектуальному качеству. Нужно же обеспечивать некоторый средний уровень. Михаил Иванович, президент Путин на этой неделе провел очень нашумевшую встречу с Советом по правам человека. Посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Уже пошли слухи, что Орешкина метит, Путин рассматривает новым главой Центробанка. Ну, короче, слухи продолжаются. Путин полетел на Северный Кавказ проводить совещание с детишками движения первого. Значит, это все произошло одновременно? Это вот одно за одним происходит. Потом он собирается лететь в Арабские Эмираты. Ну, в общем, у Владимира Владимировича, судя по всему, наконец-то начинается такая хорошая предвыборная кампания. Вот прям наш постел везде... Насчет Арабских Эмиратов я поддерживаю. Нужно обязательно посетить, по-моему, Эль-Фуджейра. Это очень непопулярный у нас Эмират. Он маленький, но он выходит непосредственно на Индийский океан. И там значительно лучше купаться, чем во всех остальных Эмиратах, которые выходят на Персидский зал. То есть вы думаете, что Владимир Владимирович просто покупаться полетел? Нет, поехал заниматься рабочими. Вопрос. Ну, три минуты можно же выбрать, чтобы немножко купнуться. Это же необходимо. Но вы в международном розыске, вам об Эмиратах можно только мечтать, да? Да, вы знаете, на фоне после того, как я покупался в Дагестане, это было, правда, до поисков людей в двигателях с аваретом. Но ведь, с другой стороны, там же никого так и не нашли. Так что, знаете, дагестанское побережье Каспийского моря значительно лучше. Я вот еще думаю этим летом освоить Астраханское побережье Каспийского моря. Желаем вам успехов. Привет астраханцам. Михаил Игнатьевич, на фоне активности президента мы наблюдаем безумную истерику вокруг роста цен на яйца и другие продукты питания, которые стараются не замечать. Все почему-то именно в яйца уперлись, хотя дорожает все. не удалось взять под контроль цены на топливо, бензин, особенно в отдаленных регионах, Дальний Восток, Сибирь, Урал. Продолжается подорожание. Так говорите, как будто кто-то пытался взять их под контроль. Михаил Игнатьевич, ну пытались, ну пытались. Все, что могли, все сделали. Не ж могла я, говорит лошадь. Если я буду говорить о том, что, знаете, я приложил все силы для того, чтобы полететь на Луну... Михаил Игнатьевич, ну я доверчивый и простой человек, я вам, конечно, поверю. Ну вот, не долетел, это же не означает, что я встану со своего кресла. Ну вы о чем? У нас первый замминистра энергетики, господин Сорокин, что ли, прекрасный инвестиционный банкир, будущий, я думаю, министр энергетики. Государственной думе официально объяснил всем, ребята, ребята, нельзя допустить, чтобы нефть в России была дешевой. Нефть в России может быть дешевой в Эмиратах, в Сонской Аравии, в Бразилии, в конце концов, в Америке, пожалуйста. Но поскольку Россия добывает нефть, то нефть в России дешевой быть не может на внутреннем рынке. Потому что если она будет дешевой, то Министерство энергетики не сможет проконтролировать качество мазута. Ну все, исчерпывающее. Какой дешевый бензин может быть при таких первых замминистров? Ну о чем вы вообще? Такой ухоженный, стоит прямо как сейчас на улицу пускать. Помимо бензина и яйца, мы тут наблюдаем, что валюта снова дорожает активно. И доллар уже выше 92, и евро выше сотки. Подождите. Когда валюта дорожает относительно другой валюты, это не доллар дорожает, это рубль падает. А что вы хотите? У нас же президент Путин, своим указом ввел обязательную продажу валютной выручки. Взлагая, как я понимаю из ее слов усилиями Набиулиной, не в отношении всех корпораций, только в отношении нескольких корпораций. Естественно, преодолев сопротивление Набиулина, он обеспечивал укрепление рубля. Состав двух рубль укрепился до 88 рублей за доллар. Ну а дальше, естественно, каждая корпорация крупная, зачем ей обеспечивать валютную выручку, продавать, она, значит, стала часть своей продукции нарастающую, экспортировать не напрямую от своего имени, а через дочек, внучек и прочих троюродных племянниц, которые не подпадают под действие этого указа. Соответственно, рубль начал слабить. После чего проснулся Минфин, как обычно просыпается. Знаете, как это? В Багдаде все спокойно, честно, люди, засыпайте, сотрудники Минфина выходите на работу, правильно? Если я правильно помню детскую фразу и Банка России. Вот. И Минфин стал наращивать закупки валюты на бирже. На бирже есть равновесие. Я повышаю спрос на валюту. Что происходит с курсом этой валюты? Курс этой валюты растет, но вот мы имеем уже больше 92 рублей за долг. Это, так сказать, новогодний праздник, новогодний ралли. Господа откупились за 88 рублей за долг. Теперь нужно рубль валить, чтобы зафиксировать с прибыля. Все нормально? Я думаю о том, что в преддверии президентских выборов... Ну, подождите, подождите, вы же знаете поговорку «Кото с дома мыши в пляс». Владимир Владимирович Путин то в Сибирь, то на выставку, то там вообще в Эмираты, то с детьми встречается. Ну, естественно, что операторы финансовых рынков либеральных, которых служивают интересы Запада против интересов России, которые обеспечивают вывод миллиардов, десятков, а в прошлом году вообще четверти триллиона долларов обеспечили вывод капитала в карманы тех, кто нас убивает. Да? Эти люди, которые по-прежнему правят Россией, президент занялся предвыборной кампанией. Отлично! А мы займемся разрушением России. По-моему, это вполне логично. Вам не кажется? Михаил Игоревич, я вот думаю, что все эти замечательные истории и то, что у нас торговые сети завышают цены хорошенечко. А у нас торговые сети, они где зарегистрированы, я стесняюсь спросить, кроме магнита, в офшорах. А вот чего мы с вами наезжаем на олигархов, которые являются владельцами этих торговых сетей? Откуда вы знаете? Может, к ним пришли? Пришла английская разведка? Или ЦРУ какой-нибудь, или МОСАД какой-нибудь склабратва. Значит так, или вы валите Россию, или мы валим вас прямо здесь, прямо сейчас. Выбирайте. Знаете, как цыганский торг кладется на столе, два предмета, сочи в золото и нож. и спрашивают, родной, ты чего выбираешь? Золото в карман или нож в печи? Не, выбирай сам. Выбирайте сам. Мы не против. Мы можем так, можем вот так. Без вариантов. Выбирай. Откуда мы знаем? Если они зарегистрированы в офшорах, и имеют даже некоторые совладельцы типа Абрамовича, ну подождите, это же вопрос для офшоризации. Или эти компании перерегистрируются в России, служат Россией, или они остаются в офшорах под контролем западных спецслужб. Чего от них хотите? Понимаете, что если вы находитесь под контролем, скажем, Ми-6, у вас выбор он такой. Или вы зарабатываете золото, или вы ложитесь рядом с Березовским. Вот как раз об этом я и хочу спросить, Михаил Геннадьевич. Единая Россия в едином порыве выступила категорически против принудительной девшери-зетции. Вот я сказал, ребятам, понимаете, они не могут вернуться сами, потому что у них там уже нож в горло у некоторых приставлен. Я не шучу. его в песне? Посмотрите, набираем и приставлен. these Продолжение следует...